Иисус Христос 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 Иудеи, например, в Израиле до сих пор ждут Мессию То есть они не верят в Иисус Христос Ортодоксальные евреи Они верят в то, что Иисус Христос Иисус Христос Иисус Христос Иисус Христос И они тоже будут учить так О том, что вот появился какой-то человек Который творит такие знамения Такие чудеса Наверное, вот это Иисус Христос Идите туда Мы христиане, которые призваны к тому Чтобы не верить этим уже учениям Потому что Иисус Христос нас об этом предупредил Аминь И вы знаете, еще Мне просто пришло сегодня такое Что Почему мы еще на это не должны отвлекаться Что вот Иисус Христос вот там Или вот там Идите туда и туда Если мы будем Иисус Христос искать где-то То мы уже в заблуждении Потому что Где надо искать Иисус Христос прежде всего? Сегодня у нас будет затронута Очень важная тема Иисус Христос, если ты рожден свыше Он уже живет в своем сердце Аллилуйя И вы знаете, на самом деле Иисус Христос надо прежде всего найти в своем сердце Надо родиться свыше от воды От святого духа Надо быть возрожденным христианином А потом уже, когда Христос в твоем сердце Он приведет тебя туда, куда надо Понимаете, да, о чем я хочу сказать? И вы знаете, на самом деле Я христианин Я верю в то, что Иисус Христос живет в моем сердце И Он приводит меня в собрание святых Мне хорошо То есть моему Христу, который в моем сердце В моей жизни Мне хорошо в собрании святых Я возрастаю Мой Христос, Он возрос То есть Он родился в моем сердце Он был младенцем Он был отроком Он был юношем Он возрос в церкви Он возрос в общении Аллилуйя Мой Христос не вел меня куда-то В пустыню Или какие-то потаенные комнаты Где бы мы там сидели И просто вот там Где-то от кого-то прятались Или просто делали какие-то Ну, просто такие тайные собрания Зачем это делать? Иисус Христос этому не учил Мой Иисус Христос, который живет во мне Он Я верю в то, что Так написано в Библии Он будет прилагать спасаемых к церкви Он будет прилагать Когда церковь войдет в правильное состояние Когда мы войдем в состояние святости В меру полного возраста Иисуса Христа Люди будут сами просто бежать сюда Потому что они будут просто чувствовать Тот Христос, который в них Он будет их привлекать Слышите меня, да? Он будет привлекать, потому что Мы тело Господне Мы нужны друг другу Мы необходимы друг другу Как воздух, как вода Потому что без общения святых Без общения святости Без общения в Святом Духе Мы не вырастем Вы знаете, Иисус Христос Говорит одну очень простую притчу Он сравнивает нас Со станом овец И Он говорит о том Что вот какой пастух Если у Него есть 100 овец Если одна овечка пропала Он оставляет 99 И идет за той одной потерявшейся Для того, чтобы найти ее Так написано? И вы знаете, интересно Вот здесь есть хороший прообраз Иисус Христос может оставить 99 овец Вот они остались И они вместе Они держатся друг друга И вот это стадо На самом деле Оно, можно сказать Какое-то время Оно может само себя защитить Даже Без пастыря Потому что там есть овны Которые могут бодаться Там есть Охраняя Ну так Обученные псы Собаки Которые также охраняют Это стадо Пастыр может даже На какое-то время Отлучиться И стадо может Вполне себя защитить Слышите меня? Стадо есть прообраз церкви Иисус куда-то пошел Для того, чтобы кого-то найти И привезти Вернуть его обратно Слышите меня? Насколько важна церковь Насколько важно Общение И можете ли вы себе представить Что какая-то овечка Подумала А зачем мне вообще собрание? Зачем мне вообще это стадо? Пойду я где-нибудь Сама буду где-нибудь Пастись там где-то По полям Мне вообще не нужен пастырь Мне не нужен Вообще Вообще никто Я сама как-нибудь справлюсь Как вы думаете Долго ли выживет Такая овца? В одиночестве? Выживет ли она вообще? Один-два дня максимум Понимаете? Ее просто сожрет Кто-нибудь там волк Или там кто-нибудь Просто украдет Ее просто Все Ее просто не будет За очень короткий промежуток времени Я сегодня хочу Чтобы мы просто осознали Важность церкви Важность того Чтобы мы собирались вместе Это очень важно Кто-то сегодня думает Да Воскресенье Такой хороший день Ну пойду куда-нибудь Отдохну Но я хочу сказать Что речь идет О самом важном О спасении моей души Важнее ничего нет Для Иисуса Христа По крайней мере Нет ничего важнее Спасения наших душ Слышите меня? Насколько ему важно Собирать нас Насколько ему важно Чтобы видеть нас Как одно единое целое Как одно стадо Которое идет за своим пастырем И никто никуда не отвлекается Потому что Только в нем спасение И насколько опасно Думать только вот так О том что Ну мне сказали О том что В принципе У меня есть Бог в душе Я могу втайне верить Я могу там где мы дома Там молиться Я не знаю таких христиан Которые могли бы Сохранить веру Просто где-то вот там В одиночестве Закрышись в какой-то комнате Не имея общения со святыми Такие христиане Они долго не могут выжить Они задыхаются Они не вырастают Они остаются на уровне Вот какого-то такого детского Младительского возраста И если они там остаются То в конечном итоге Ничем хорошим Это не заканчивается Давайте мы сегодня осознаем Насколько важна церковь Потому что для Бога Она важна Аминь Потому что Бог поставил церковь И врата ада Не одолеют ее Для Бога это важно Бог не отменил церковь На самом деле Он сказал Сегодня мы будем Рассматривать Очень-таки важные места Из Писания Насколько важно То что Иисус Христос Нам заповедовал Исполнять вот эту заповедь Имейте Общение Аллилуйя Давайте мы встанем Помолимся нашему Господу Каждый день на устах твоих Это славное имя Иисус Это славное имя Иисус Я не знаю имену Я не знаю имя Иисус Я не знаю имя Иисус Я буду славить Господа Христа, Я буду помнить все Его дела, Я буду петь Ему, Аллилуйя! И когда солнце свет горит, Затывая всю землю теплой, Мое сердце опять звучит Иисусу Царю в залог, в залог! Я буду славить Господа Христа, Я буду помнить все Его дела, Я буду петь Ему, Аллилуйя! Я буду славить Господа Христа, Я буду помнить все Его дела, Я буду петь Ему, Аллилуйя! Я буду петь Ему, Аллилуйя! Каждый день на устах твоих, Это славное имя Иисус! Моё сердце поёт о нём А Спаситель едином поёт Я буду славить Господи Христа Я буду помнить все Его дела Я буду без его Аллилуйя Я буду славить Господи Христа Я буду помнить все Его дела Я буду без его Аллилуйя Аллилуйя И когда солнце свет горит Закрывая всю землю теплой Моё сердце опять звучит Иисусу Царю за мной Я буду славить Господа Христа Я буду помнить все Его дела Я буду петь Ему Аллилуйя Аллилуйя Я буду славить Господа Христа Я буду помнить все Его дела Я буду без его Аллилуйя Аллилуйя Я буду без его 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 Аллилуйя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Делаю я смело Перед каждый шаг Пусть даже тьма восстанет Против меня И каждая молитва С верой в небеса Если Бог со мною Но кто против меня Иду Верой Мой шаг Верой Живу Верой Верю в тебя Господь Иду Верой Мой шаг Верой Живу Верой Верю в тебя Господь Еще раз Иду Верой Мой шаг Верой Живу Верой Верю в тебя Господь Иду Верой Мой шаг Верой Живу Верой Верю в тебя Господь Иду Верой Слава Божьей наполнены, и по плоти воюем мы, Поднеждает силу слав и силы тьмы. Слово живого Бога в наших устах Рушится царство сатаны. Знамя победы веет в наших руках, А доброта сокрушены, сокрушены. По небесе войну ведет, каждый город и каждый дом Мы приняем послушание и весну. Слава Божьей наполнены, и по плоти воюем мы, Поднеждает силы слав и силы тьмы. Слово живого Бога в наших устах Рушится царство сатаны. Знамя победы веет в наших руках, А доброта сокрушены, сокрушены. По небесе войну ведет, каждый город и каждый дом Мы приняем послушание и весну. Силы дождь ополнены, и по плоти воюем мы, Побеждаем силы слав и силы тьмы. Под небесе войну ведет, каждый город и каждый дом Мы приняем послушание и весну. Силой Божьей наполнены, и по плоти воюем мы, Побеждаем силы слав и силы тьмы. Побеждаем силы слав и силы тьмы. Побеждаем! Восок свой меняю любовь, Побеждаем силы тьмы, Побеждаем силы тьмы. Аминь. Да, Бог, да, Бог, да, Бог. Аминь. 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 Там придет царствие твое, Там будет воля лишь твоя. Очень Да придет царствие твое Да будет воля лишь твоя Очень На земле, как и на небе На земле, как и на небе На земле, как и на небе Боля твоя На земле, как и на небе На земле, как и на небе На земле, как и на небе Боля твоя Насыщный хлеб, отец, но в дать Насыщный хлеб на этот день С неба Насущный хлеб Отец нам дай Насущный хлеб На этот день С неба На земле Как и на небе На земле Как и на небе На земле Как и на небе Боля твоя Будет на земле Как и на небе На земле Как и на небе На земле Как и на небе Боля твоя Отец, прости наши руки Как мы прощаем Дальше никогда Наши И в искушенье Не идти Но от лукавого Искать Жизнь нашу Да будет на земле Как и на небе На земле Как и на небе На земле Как и на небе Боля твоя Да будет на земле Как и на небе На земле Как и на небе На земле Как и на небе Боля твоя На земле Я, Господа Я, Господа Я, Господа Я, Господа Грядущего Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ешуа, Ешуа, Ешуа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ешуа, Ешуа. Ешуа, Ешуа, Ешуа. Субтитры создавал DimaTorzok Ждет тебя Твоя Небеста Субтитры создавал DimaTorzok Ешуа, Ешуа, Ешуа. Ешуа, Ешуа. Субтитры создавал DimaTorzok Ждет тебя. Ждет тебя Твоя Небеста. Субтитры создавал DimaTorzok Ешуа, Ешуа. Ешуа, Ешуа. Ешуа, Ешуа. Субтитры создавал DimaTorzok Агния, Господа, грядущего вижу. Небеса, небеса, мадяты ждут меня. Небеса С каждым днем Уродней и ближе Небеса Саревого дня Я Господа Гятущего вижу Небеса Небеса Манят и ждут меня Небеса С каждым днем Уродней и ближе Небеса Саревого дня Я Господа Я душево вижу Я Господа Я Господа Я душево вижу 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 Небеса Аминь 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 Давайте Господи Господи Слава тебе Слава тебе Боже Ты приготовил Небеса Я душево вижу Я душево вижу Я душево вижу Я душево вижу Проверять Чтобы смотреть Параллельные места Послание Чтобы мы все Достигли Меры полного Возраста Христова Аминь Для чего Дабы мы Не были более Младенцами Колеблющимися И увлекающимися Всяким ветром Учения По лукавству Человеков По хитрому Искусству Обольщения То есть Если мы Не вырастаем Мы Если мы Не прогрессируем Мы Деградируем Аминь Если мы Не вырастаем Мы остаемся На уровне Младенчества Апостол Павел Пишет В Каринфистской Церкви О том что Я не могу Братья писать Вам как Духовным Потому что Вы опять Стали младенцами Плоскими И так далее И тому подобное То есть Даже Верующий человек Который уже достиг Хорошего духовного возраста Он может Незаметно Даже для самого Себя Деградировать Если он Не общается Со святыми Если он Мало читает Божье слово Если он Мало молится Все это Имеет большое Колоссальное Значение Мы призваны Возрастать И после того Как мы возросли Мы призваны Удерживать Просто вот На самом деле Этот уровень Веры Чтобы нас Никто не увлек Потому что И сегодня Я думаю Что сегодня Даже еще Хлеще Чем было 2000 лет Тому назад Есть всякие Ветроучения Лукавства Человеков Хитрое Искусство Обольщения Потому что За всей Вот этой Информационной Войной Которую Мы сегодня Переживаем Все вместе Да Вот этой Бесовской пропагандой Стоит кто Стоит Сатана Аминь Он сталкивает Лбами Его принцип Разделяя Властвуй Нации 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 Народы Церкви Разделяя И просто Вот так Господствуем В этом Хаосе Но Зрелый христианин Он Под это Просто на самом деле Не встает Он не подвергается Каким-то различным Таким Лжеучениям Он стоит Твердо вере Пятнадцатый стих Но истинную любовью Все возвращали в того Которую есть Глава Христос Из которого Все тело Составляемое И совокупляемое Посредством Всяких Взаимно скрепляющих Связей При действии В свою меру Каждого члена Получает Прерращение Для созидания Самого себя В любви О чем здесь Слово Божие говорит Если ты являешься Клеточкой Тела Господня Ты будешь делать Все возможное Чтобы Приращивать Аминь Не делить тело Не резать его Вот так На ломте Не разделять Тело Господне Не причинять Господу Иисусу Христу Какую-то колоссальную боль Тем что просто Вносить какие-то Вот такие ветру учений И говорить Вот они там Неправильно учат Апостол Павел Воскресает Даже если они Лицемерно Проповедуют Ус Христа Я и тому буду верить Представляете Я буду и тому рад Вот просто на самом деле То есть есть какие-то движения Проповедуют Ус Христа Слава Богу Аминь Там проповедуют Ус Христа Слава Богу Мы будем радоваться Мы не будем завидовать Мы не будем там Какую-то такую Нездоровую конкуренцию устраивать Мы В теле Господнем Мы призваны Все клеточки Тело Господнее Созидать тело Господнее Не раздирать его Но созидать Чтобы тело росло 17 стих Посему Я говорю И заклинаю Господом Когда апостол Павел говорит Заклинаю Вот это слово используется Он говорит о каких-то Очень серьезных вещах Он ставит перед клятвой Буквально Посему Заклинаю Господом Что вы Вы более не поступали Как поступают Прочие народы По суетности Ума своего Будучи Поморочены в разуме Отчуждены От жизни Божией По причине Их невежества И ожесточения Сердца Их Они Эти народы Которые не верят Которые в суете Которые в заботах Века сего Библия Они говорят Что они Поморочены в разуме Они Отчуждены От жизни Божьей По причине Их невежества Как-то мы В форуме Столкнулись С одним Очень образованным Человеком Который говорит Вы христиане Вы сумасшедшие Кто же Сегодня Может верить Вообще В это Слово Божье В Иисус Христа Это только Вот когда-то Не образованные Люди Вообще Ну просто На самом деле Верили Сейчас уже 21 век Вы что еще Читаете Библию И знаете Там такое Возмущение И одна сестра Она Ему приводит Такой Очень мощный Пласт Самых выдающихся Ученых мира Которые верят В Иисус Христа И один из этих Ученых Он утверждает Верхние образованности Это Незнание Библии Ты не можешь Считать себя Образованным Человеком Если ты Не владеешь Словом Божиим Вы слышите меня Что говорят Ведущие ученые Ты не можешь Считать себя Образованным Человеком Если ты Не владеешь Словом Божиим Аллилуйя Вы согласны Я считаю Воистину Так Образованный Человек Это тот Кто просвещен В развитии Своем Личностью Иисуса Христа Тогда это человек просветленным умом. Если человек не знает Иисуса Христа, он невежда, так Библия говорит, он невежда, аминь, он помрачен в своем разуме, он не может считать себя просвещенным человеком. Этот человек пребывает во тьме. О чем я сегодня хотел поразмышлять вместе с вами, это о том, что цель любого христианина это возрасти в меру полного возраста Христова, чтобы его личность она в нас проявилась могущественно, чтобы мы на самом деле могли в полноте вот этого возраста являть его славу, его силу, его помазание. Чтобы не перед собой трубить, не говорить о том, что вот я какой образованный, правда, да, или я какой сильный. Мы сами ничего не можем, мы сами безусу Христа, мы прах разметаемый ветром, но с Иисусом Христом когда мы доверяемся, смиряемся Ему, через нас является полнота Божества Христова, аминь. Полнота Божества телесна. На самом деле то, что Иисус Христос явил на этой земле, Он хочет продолжать сегодня через Церковь свою, Он хочет продолжать сегодня через тебя и меня. И вы знаете, вот это отождествление, это постоянное соизмерение себя с Иисусом. Каким образом мы можем соизмерять? Каким образом мы можем себя взвешивать на этих Божьих весах? Я сегодня хочу начать с разума. Есть такой пласт, который есть наш разум, и Библия что-то об этом говорит очень серьезно. Давайте мы все вместе откроем первое послание Коринфяна, вторая глава, с 11 стиха. Опять же апостол Павел пишет. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, даровано нам от Бога. Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Мы соображаем наш Дух с Духом Божиим, для того, чтобы постепенно это вот так выровнялось, и чтобы нам зайти на эту высоту. Потому что Бог так хочет. Это его желание. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Душевный это значит мирской человек, светский человек, человек, который не знает Бога. Он не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием. Для него это безумие. И не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Давайте мы вникнем сегодня в эти слова. И красным таким стихом я бы хотел подчеркнуть последний 16 стих. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить Его? Кто познал ум Иисуса Христа, чтобы нам судить Иисуса Христа? Никто, правда? Но написано так. А мы имеем... Что мы имеем? Мы имеем ум Христов. Правда чудесно? Может быть, для кого-то это сегодня новость? Мы имеем ум Христов. Я хочу сказать о том, что не все имеют ум Христов. Даже христиане, которые думают, что они христиане, и они могут даже первое время так проглашать. Я имею ум Христов. Я имею ум Христов. Я имею ум Христов. Если ты Слово Божие не знаешь, то ничего от провозглашения этого особо не изменится. Чтобы проникнуться разумом Христа, нам очень важно знать Его учение. Аминь. То, чему Иисус учил, то, как Он говорил, то, как Он размышлял. Иисус Христос, Он от нас ничего не сокрыл. Он сказал так своим ученикам, я рассказал вам все. Помните, да? В Евангелии от Иоанна. Я все вам рассказал. Вы все знаете. И вы знаете, на самом деле, вот когда мы все узнали, когда мы все прочитали, когда мы прониклись Священным Писанием, и мы знаем о том, что вот в таких случаях Иисус так говорил, в таких случаях Иисус так реагировал, в таких случаях Иисус так думал, потому что Его мысли нам известны. Он нам их раскрыл через Священное Писание, через Евангелие. Мы очень хорошо знаем, как Иисус Христос мыслил. Он ничего от нас не сокрыл. Когда мы вот этим прониклись, мы начинаем постигать ум Христов, и мы начинаем думать постепенно так, как Он раньше думал. Мы начинаем иметь ум Христов только тогда, когда мы хорошо прониклись Словом Божиим. Аллилуйя! Насколько важно читать Божье Слово, насколько важно молиться. И здесь Библия еще говорит о том, что вот эта работа, она от Духа Божия, она от Духа Святого. Мы сами не можем постичь. И по сей день покрывало лежит на Евангелии. Аминь! На всей Библии, на Священном Писании лежит покрывало. И снимается она кем? Библия говорит, что покрывало это снимается, опять же, Личностью Иисуса Христа. Аминь! То есть только Бог во Христе Иисусе нам может открыть Священное Писание, чтобы нам разуметь. Аминь! Чтобы нам иметь разум. И вы знаете, на самом деле, вот просто есть, к сожалению, такие целые даже христианские деноминации, которые в это не верят. Которые говорят так. Вы протестанты, вы евангелисты, вы на что вообще позарились? Я хочу сказать так прямо, что в православии, то, что мы преподаем в протестантских евангельских церквях, это называется прелесть. Что такое прелесть? Православный термин прелесть является обольщением. То есть они говорят так. Эти протестанты, они там с ума посходили, они учат каким-то вообще вообще странным вещам, они обольщились, они верят в то, что они могут общаться с Иисусом Христом. Надо же так о себе возомнить. Вот так говорят православные о нас. Это же надо так, они обольщились, они думают, что Иисус Христос может жить в них. Они так учат, представляете? То есть какая прелесть, какое обольщение. Они верят в то, что они могут вообще думать, как Иисус Христос думал или чувствовать, как Он чувствовал. О чем они вообще возомнили, о чем они думают вообще там? Они в прелести, они в обольщении. Но я хочу сказать, что если бы в Евангелии это было не написано, это бы можно было назвать обольщением, или можно сказать, что мы обманулись. Но сегодня мы читаем что? Мы читаем Слова Божие. Мы читаем то, что Иисус Христос говорил, то, что нам заповедал, то, что Он приказал буквально, о том, что заклинаю вас. Вы слышите? Заклинаю, то есть ставит нас перед клятвой. Думайте так. Давайте мы следующее место такое прочитаем, которое очень важно. Это написано в послании к филиппийцам. Это послание названо посланием радости. Одно из самых радостных посланий апостола Павла, которое он написал из тюрьмы. Как это не парадоксально звучит. Послание к филиппийцам, 4 глава, 6 стиха апостол Павел пишет в филиппийской церкви. Не заботясь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Буквально апостол Павел раскрывает нам, как нам свой разум, постоянно обновлять в познании Иисуса Христа. 7 стих. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Так написано? Есть здесь какое-то обольщение? Есть ли здесь какая-то прелесть? Может быть это кто-то дописал сюда или вставил, что не было написано? Это пишет авторитетный апостол Нового Завета, апостол Павел. Он говорит о том, что наше помышление соблюдается во Христе Иисусе. То есть буквально, когда мы молимся, когда мы открыты перед Христом, в наш разум приходит сила Святого Духа, мир Божий, мудрость, премудрость Божия и устраивает наше помышление. Сердца наши устраивает. Аминь. И если я открыт перед Иисусом, и вы знаете, на самом деле, кто-то тоже вот просто так утверждает о том, что почему я вот на самом деле, почему я призван открываться перед Богом, в то время я чувствую первое время, вообще, как будто бы он со мной не разговаривает. На самом деле, это первые какие-то шаги, которые мы делаем в молитве, и мы как будто бы первое время не слышим. Но опять же, Слово Божие говорит о том, что сердце Бога, оно уже давно открыто. Евангелие – это открытое сердце Бога. Когда мы читаем Евангелие, мы читаем то, что Он открыл для нас. Он открыл для нас свои желания, свои помышления. Он для нас открыт через Евангелие. Как правило, первое время Бог, Он всегда отвечает нам только через Евангелие. И Мартин Лютер когда-то сказал такие слова о том, что когда я начинаю молиться, у меня мое сердце еще в суете, я еще где-то там в заботах, мои мысли еще вот просто вот на самом деле в каком-то хаосе находятся. Я начинаю читать Евангелие и читаю Евангелие до тех пор, пока красными строчками не высветится какое-то слово для меня. То есть Бог через Евангелие проговорил лично мне. Пока я это не прочитаю, пока я это не услышу, я не закрою Евангелие. То есть у Него был такой принцип. Я буду молиться, я буду читать Евангелие до тех пор, пока Бог не проговорит мне. Через что? Через Евангелие. Слышите меня? Евангелие это открытое сердце Бога. Насколько важно читать Евангелие, насколько важно знать Библию, потому что Бог говорит нам через Слово Твое. И потом, когда уже вы приобретаете какой-то духовный опыт с годами, у кого-то раньше, у кого-то позже, Бог может уже конкретно говорить нам в нашем духе, может говорить нам в наших сердцах, но опять же Он говорит евангельскими словами, истинами из Библии, которые Библия же и подтверждает. Аминь. Бог ничего не будет говорить то, чего не написано в Библии. Это очень важно нам знать и понимать. С 8 стиха читаем дальше. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте. И Бог мира будет с вами. Библия нас призывает к тому, чтобы мы прилагали усилия. Прилагали усилия, чтобы помышлять только о чем-то хорошем, святом, о какой-то добродетели, только о том, что достославно, только о том, что лебезно. Нужно прилагать для этого усилия. Нужно для этого, на самом деле, читать Евангелие, и нужно прилагать усилия, чтобы думать о том, что хорошо. И когда мы думаем о чем-то нехорошем, и мы понимаем всегда в духе, что это что-то не наше, это что-то или от похоти, это что-то от плоти пришло, это что-то мирское пришло, и это пришло что-то от дьявола. Другое место Библии я недавно приводил, что мы пленяем, мы призваны пленять всякое помышление во Христе Иисусе, в послушании Господу нашему Иисусу Христу, чтобы наше помышление, оно всегда было подчинено буквально, чтобы оно было послушно нашему Господу. Тогда в этот момент происходит что? Происходит отождествление. Мы приобретаем разум Христов. Это хорошо, как вы думаете? Я хочу сказать, что без этих истин, без того, что мы погружаемся в Иисус Христа, мы не сможем достичь утверждения во спасении. Аллилуйя! Следующий пласт, мы имеем разум, мы имеем разум, который постепенно, по мере того, как мы проникаемся Его Словом, мы приобретаем ум Христов. Следующий пласт, чуть-чуть ниже, это наши эмоции, это наши чувства, и что Библия по этому поводу также пишет. Мы можем прочитать в этом же послании к филиппицам. Апостол Павел вообще так прекрасно начинает это послание. И потом, вы знаете, во второй главе он тоже продолжает эту радостную весть с первого стиха. Послание к филиппицам, вторая глава с первого стиха. Давайте мы подождем. Давайте, у кого есть Библия, откройте также. Апостол Павел пишет. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли. Апостол Павел призывает. Имейте одни мысли. Как мы можем иметь одни мысли? Если мы читаем одну книгу и потом постоянно пребываем в общении, соизмеряясь, рано или поздно мы будем иметь одни мысли. Если мы не знаем Библию, если мы разрознены и не общаемся друг с другом, мы никогда не сможем иметь одни мысли. Слушайте меня. Но если мы читаем Библию, если мы пребываем в общении, рано или поздно, чем больше общения, тем лучше, чем лучше мы знаем Библию, тем лучше, рано или поздно мы будем иметь одни мысли, и мы превращаемся в какую-то хорошую армию, единомысленную, которую Бог может управлять и горы, и на самом деле просто передвигать. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но посмиренно мудрию почитайте один другого высшим себя. Как прекрасно написано, да? Один другого почитайте высшим себя. Потому что в мире все наоборот. В мире каждый человек пытается возвысить себя и унизить ближнего своего. В Церкви Божьей не так. Иисус Христос, Он учит во многих местах. И здесь это место также подтверждает. Если ты христианин, почитай брата или сестру свою, выше себя. Аллилуйя! Это характер Христов. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо у вас должны быть те же, и что написано? Те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Можно назвать это обольщением? Что мы обманулись? Слава Богу, что у нас есть Евангелие, да? Раньше действительно в темное средневековье священники, к сожалению, и тогда было много фарисеев и саддукеев, я сейчас никого не имею в виду, никого не осуждаю, но это было. Священники, которые, я не хочу сказать, что они хорошо знали священное писание, они немножко знали писание, и запрещали мирянам читать Библию, и через вот это невежество они легко манипулировали знанием людей, которые не знали священное писание, и внушали им о том, что им надо приходить в церковь и покупать индульгенции, покупать себе спасение за деньги. Пришел в церковь, заплатил, и священник тебе говорит, ну вот теперь ты спасен. Какое невежество, правильно? Если бы народ Божий тогда знал священное писание, позволили бы они так себя легко обманывать? Да нет, конечно, правда? Я благодарю Бога за то, что сегодня народ Божий, я читаю очень много христианских форумов, я вижу, насколько вот по территории СНГ уровень осознания себя, знание Библии очень сильно возросло. Сейчас народ просто так не обманешь. И слава Богу, что этим самым мы не даем возможность нас обмануть. Аминь. Нас, христиан, сегодня или невозможно, если ты очень хорошо знаешь священное писание, тебя невозможно обмануть. Или тебя трудно обмануть, если ты только начал священное писание изучать и хорошо исследуешь. Если ты будешь копаться, рано или поздно докопаешься. О том, что вот здесь неправда, вот здесь ложь, вот здесь лжеучение, я это принимать не буду, потому что вот так вот написано. Я могу иметь те же чувствования, что и во Христе Иисусе. У меня ум Христов, у меня те же эмоции, что и Иисуса Христа. Это прекрасно, правда? Для меня это очень радостная весть, потому что в этот момент происходит также отождествление. Мы отождествляемся с Иисусом Христом, мы сливаемся с Ним. Шестой стих. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. И вы знаете, на самом деле, почему я вот стихи прочитал, которые ниже, потому что написано так в пятом стихе, давайте мы еще раз прочитаем. Пятый стих. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И там стоит что? Там стоит двоеточие. Буквально объясняется, через это двоеточие объясняется, какие чувствования мы должны иметь во Христе Иисусе. Еще раз я прочитаю шестого стиха. Вот такие чувствования. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу. То есть он был равным Богу, он и есть равный Богу, он есть Сын Божий, он есть Божье Слово, он есть полнота Божества телесная, он есть истинный Бог, он есть вторая постасть Бога. Но что Иисус Христос сделал? Иисус Христос уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Он не был человеком на самом деле, он был по виду только как человек. На самом деле это было Слово Божие, которое стало плотью. Восьмой стих. Смирил себя, быв послушным. И вот здесь приводится такое чувство, чувствование во Христе, расшифровка, о том, что базисное чувство во Христе Иисусе это есть смирение. Слышите меня? Смирение. Смирить себя под крепкую руку Божию. Не мните себя, не думайте о том, что я что-то могу или что у меня такие чувства прекрасные, они не хуже, чем у Иисуса Христа. Да нет, конечно. Мы в первую очередь призваны смириться. Аминь. Просто смириться сказать, Иисус Христос, я просто хочу, чтобы ты был. Пусть я, мое я умоляется, а твое я, оно что? Оно возрастает. Как когда-то Иоанн Креститель сказал так. Прекрасные слова, да лучше не скажешь. Мне надлежит умоляться, а Христу возрастать. Вот каждый христианин так должен мыслить и стремиться к этому. Постепенно в моей жизни, если я возрастаю в возрасте Иисуса Христа, мое я становится все меньше, меньше и меньше. Аминь. Я Иисус Христа становится все больше, больше и больше. Аллилуйя. Вот тогда мы возрастаем. И основание для этого мое смирение. Я на самом деле иду по следам Иисуса Христа. Аллилуйя. Второе чувство, которое я сегодня хочу привести, оно написано в первое послание фессалоникийцам. первое послание фессалоникийцам, пятая глава, шестнадцатого стиха. И опять же апостол Павел восклицает. Всегда что делаете? Радуйтесь. Это эмоция. Я хочу сказать о том, что радость это эмоция. Она может быть и у нас, у обычных людей. Но когда вот это всегда, когда вот это всегда, то есть в любых ситуациях я призван что? Я призван радоваться. Призван радоваться. И вы знаете, я могу четко так вам подсказать, такую подсказку просто закинуть. Для меня была очень большой такой радостью, когда я открыл для себя, что вот когда я радуюсь, когда мне хорошо, это моя радость. Но когда все плохо, когда везде все валится и рушится, и все равно радость в моем сердце, это радость чья? Эта радость уже не моя. Аллилуйя. Чья эта радость? Это радость Божья. Это радость Иисуса Христа. Его радость, на самом деле, просто когда я смотрю на своем уровне, я не замечаю, на самом деле. Мне кажется, что все валится, все, просто все плохо. Но Иисус Христос смотрит на меня с какой позиции? Он на меня смотрит с позиции он там. Одесную Бога выседает на троне. Правда, да? У него уже все. У него уже вся победа, у него уже вся сила, у него вся слава. Он смотрит на меня, я там окружен кем-то. Ну для него это что? Это все? Ну радуйся, радуйся. Потому что на самом деле, когда мы пропускаем эту радость, апостол Павел с силой, они в тюрьме, что начали? Они приняли решение, пришла радость, и они начали молиться. В тюрьме люди сидят, и они начали радоваться. И основание вот этой темницы, они просто поколебались. И войны, которые там стерегли их, они просто в ужасе, потому что их оковы просто пали. Какова сила, да? Сила того, что ты продолжаешь радоваться радостью Христовой. Когда ты уже радуйся не своей радостью, когда ты понимаешь, это не моя радость. Потому что, что мне радоваться? Все плохо. Но я принимаю решение радоваться радостью Божией. И тогда в твою жизнь приходит что? Приходит победа. Аминь. Приходит полнота, приходит сила. Проблема решается, потому что ты позволил Богу прийти в свою жизнь. Потому что ты пришел, просто позволил, чтобы Иисус пришел в твою жизнь и говорит, вот, молодец, ты веришь, ты стоишь на вере, у тебя те же чувства, не что у меня. Ты просто позволь мне просто сделать то, что я хочу. Он просто приходит и вот так, что для Иисуса Христа твоя проблема? Аминь. Он просто вот так приходит. Ну, на самом деле, когда я познакомился с основателем реабилитационного центра в Петровке, с Володей Крючковым, который приехал из Израиля, я рассказывал, это такой мощный парень, бывший такой тяжеловес, профессиональный боксер, но он просто, когда поднялся на самый высокий уровень, подсел на героин и просто скололся и просто стал таким, очень таким махровым наркоманом, в Израиле он получил освобождение и приехал обратно в Казахстан, чтобы основать центр реабилитации. И вы знаете, вот просто, вот это моя встреча с вот этим уникальным человеком, который сейчас уже по всему миру ездит, сейчас он в Америке открывает очередной центр реабилитации, я просто захожу и смотрю, ну, просто, вот тех, которые только привезли с притонов, вот с подвалов, вот так просто повытаскивали, у них все там, все гниет, они все там просто на самом деле, вены себе все искололи, там уже колется, ну, там, в подмышечную память, там, в пах, уже там все, там какие-то трофические язвы, все воняет, они все грязные, ну, просто, и вот, и Володя заходит, и они просто, вот, они, что ты можешь нам дать, ну, что мы кумарим, нас ломает, дайте нам дозу, что у вас есть, там, транквилизатор, доставайте, что у вас есть, и Володя начинает им проповедовать, и вы знаете, насколько это было всегда зрелищно, и он говорит, вот, сейчас, ты думаешь, вот сейчас, вот ты там, вот к трубе, там, прилепился, какая-то теплая, потому что там согреться не можешь, тебя ломают, ты знаешь, кто это, ты знаешь, кто тебя ломает, вот какой-то жалкий бес, жалкий бес вот так, усел себе на шею, и мучает тебя, и гнобит тебя, и всячески на тобой издевается, унижает тебя, и ты не можешь с ним ничего сделать, но, вот этот бес, ты просто посмотри на него глазами Христа, вот Иисус приходит, это мощь, это сила, он просто берет, вот подходит, он шалбан просто, понимаете, вот так просто щелк, и этого беса нет, он просто вот так, просто вот так нету его, и вы тут сидите вот так, и что-то там, просто пытаясь, просто призови имя Иисуса сейчас, вот он придет, вот он придет сейчас, и он вот так им проповедует, давай, прямо сейчас, давай призывай имя Иисуса, Иисус приди, и они начинают вместе с ним молиться, и вы знаете, на самом деле, этот человек ходил в таком, и ходит, продолжает ходить, двигаться по земле, в таком помазанию, он объяснял людям, кто такой Иисус, что бес это ничто, что дьявол, он только как лев, он это на самом деле гиена, который только подстраивается, он только имеет загривок, Настоящий лев – это Иисус. Когда настоящий лев приходит, гиена убегает. Они просто убегают, они боятся, потому что просто порвет на части. Говорят, вот кто такой Иисус. И вы знаете, что происходило? Несколько человек подряд сидят, и они все тут же мгновенно освобождаются от этих ломок, от этого абстинентного синдрома. Только потому, что Володя за них вот так помолился, напрямую каждому просто проговорил. Иисус Христос – лев, он твоего беса прямо сейчас изгоняет бездну. И он просто бежит, ему нету здесь места. Посмотри на ситуацию глазами Христа. Один, второй, третий, пятый, десятый мгновенно получает освобождение от наркотической зависимости. И больше уже никогда не возвращается к этой зависимости. Представляете, какая сила, какая мощь, какая власть? Только потому, что человек знал, он имеет те же чувствования во Христе Иисусе, он просто смирился. Он говорит, Иисус сейчас здесь. Посмотрим, что сейчас будет. Аллилуйя! Посмотрим, что сейчас будет. Сможет ли какой-либо бес устоять? Что сатана перед Иисусом Христом? Он уже проиграл свою битву. Что ты сейчас унижаешь перед этим бесом? Перед сатаной, перед дьяволом? Ничего не может дьявол, ничего. Но только перед Христом. Призови только его имя. Поверь в то, что он может. А он в тебе. Ты имеешь разум Христов. Ты имеешь те же чувствования. Аминь! Аллилуйя! Победа Иисуса Христа здесь сегодня. И апостол Павел восклицает. Всегда радуйтесь. Когда мы всегда радуемся, это радость Христова. Это уже не наша радость. Потому что только Иисус Христос радуется во всех ситуациях. Потому что для Него Он уже все совершил. Аминь! Не пристанно молитесь. За все благодарите. Ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Тот же самый аспект. Когда мы за все благодарим. Это тоже чувствование во Христе Иисусе. Только во Христе мы можем за все благодарить. За плохое, за хорошее. За то, что нам хочется по-человечески сказать спасибо. Но когда бывает такая ситуация, когда не за что благодарить. И мы все равно благодарим. Понимаете? Это воля Христа Иисуса. О нас. Аминь! Духа не угошайте. Это очень важный аспект. Я искренне верю, что любой христианин всегда чувствует, когда он угошает Духа. Всегда мы знаем, когда мы угошаем Духа Святого. Всегда мы знаем. Вот не надо просто этого делать. Слушайте меня? И всегда мы знаем, когда мы исполняемся Духом Святым. Аллилуйя! Всегда мы знаем. Так почему же мы не исполняемся Духом Святым? Почему мы идем в те ситуации, которые угошают Духа Святого в нашей жизни? Все хочется немножко поэкспериментировать. Вот это, вот там я еще не ходил. Не ходите опасными путями. Не ходите на территорию дьявола. Не заходите, не стойте там, где Иисус Христос. Ну, просто он туда не рекомендует ходить. Он говорит, ходите туда, где я. Исполняйтесь Духом Святым. Пребывайте в общении святых. Удерживайтесь от всякого рода зла. Написано в 23 стиха. Сам же Бог мира досветит вас во всей полноте, и ваш Дух, и Душа, и Тело во всей целости досохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Желание Бога, чтобы наш Дух, наша Душа, и наше Тело. Мы сегодня рассматриваем только душевный аспект на самом деле. Разум, наши мысли, наши эмоции, наша воля. Бог хочет, чтобы и наш Дух, и наша Душа, и наше Тело во всей целости досохранились без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Аллилуйя. Не мы это сотворим. Бог от нас сотворит, но с нашего желания, с нашего участия, наше активное участие в этом, оно просто необходимо. Бог не будет работать над нами, если мы от Него убегаем, или мы постоянно угощаем Духа Святого. Бог трудится над нами и совершает этот в тот момент, когда мы активно приближаемся к Нему. Аминь. Слава нашему Богу. Пойдемте дальше. Мы затронули аспект эмоций, и Слово Божие нам говорит, что мы имеем те же чувствования, что и во Христе Иисусе. И давайте мы еще затронем волевой аспект, потому что есть душа, и душа она состоит из разума, из наших эмоций и наших каких-то желаний. Давайте мы все вместе откроем первое послание от Иоанна. Сегодня очень важная тема, и очень здорово вообще проникаться тем, что написано в Библии. Очень важно узнать о том, что Библия говорит о нас. Первое послание от Иоанна, вторая глава, с пятого стиха. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. И сего узнаем, что мы в Нем. Когда мы исполняем Божьи заповеди, мы можем прочно знать, что мы во Христе Иисусе. Мы прочно знаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, и что написано, как Он поступал. Мы призваны поступать так, как поступал Иисус Христос. Для этого надо хорошо знать Евангелие. Правда? Мы знаем. Знаете, жизнь Иисуса Христа, она была настолько насыщена делами, поступками, что можно практически все применить. То есть к нашим жизненным ситуациям можно просто применить Евангелие, говорить о том, что вот Иисус Христос в подобной ситуации поступил так. Я тоже буду поступать так же, как поступал когда-то Иисус Христос. Аминь. Тогда мой волевой аспект так же будет отождествляться с Иисусом Христом. И очень такое похожее место, оно написано в 1-м послании Атеана, в 4-й главе, с 15-го стиха. Давайте мы вместе прочитаем. Кто исповедует, что Иисус Христос есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Только одно исповедание, что Иисус есть Сын Божий, говорит о том, что в этот момент Бог живет в твоей жизни. И мы познали любовь, которую имеет нам Бог и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь для того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем уже в прошлом времени, потому что поступаем в мире сём, как Он. В прошлом, в настоящем и в будущем мы поступаем в мире сём, так как Он поступал. Это важный момент, это важный аспект. Это говорит о том, что мы не в обольщении. Мы призваны поступать так, как Он поступал. Мы имеем силу на это, мы имеем помазание, мы имеем Дух Святой, мы имеем, если мы проникаемся в Словом Божьем, разум Иисуса Христа, мы имеем чувствование Иисуса Христа, и мы поступаем в этом мире так, как Он поступал. Разве этого не мало? Аминь. Слава нашему Богу. И опять же, эти места из Библии говорят о том, что мы имеем полное право, и даже написано, дерзновение отождествляться с Иисусом Христом, становиться частью Его, жить, как Он, поступать так, как Он поступал, действовать так, как Он действовал. Аллилуйя. И я уже иду к концу. Знаете, я хочу вас просто сегодня подвести к тому, что у нас было четкое знание, когда на самом деле я живу, когда Иисус Христос живет во мне, когда Иисус Христос живет через меня, когда Иисус Христос начинает действовать через меня, когда Дух Святой начинает говорить через меня. очень важно, по крайней мере, на первом этапе научиться этого различать, чтобы потом просто ты увидел о том, что твоего человеческого становится все меньше, меньше и меньше, а Иисус Христос говорит через тебя все больше, больше и больше, действует через себя все смелее и смелее, потому что ты Ему позволяешь, и у тебя появляется все больше и больше чувствований Иисуса Христа. Происходит полное, постепенно происходит полное отождествление. Ты растворяешься во Христе Иисусе. И в конечном итоге ты себя уже не можешь отличить, ты не можешь себя оторвать, ты не можешь у себя разотождествить с Иисусом Христом, потому что ты стал частью Его. Аминь. Ты стал Его, ты просто в Нем растворился. Тебя как такового уже, ну просто ты становишься какой-то очень маленькой песчинкой в этом огромном океане, да, капелькой, ну в прекрасном океане Божьей любви. Я хочу прочитать послание Колоссянам. Послание Колоссянам. Третья глава. Тоже прекрасные такие стихи из Библии. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые, возлюбленные в милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, в которой есть совокупность, совершенство. Вот любовь, можно назвать эмоцией, что это чувство? Можно, правда? Потому что любовь – это огромная эмоция. Любовь можно назвать действием? Да, и аминь. Любовь можно назвать действием. Любовь можно назвать какое-то такое, ну, то, что облагораживает твой разум. Разум твой просветляется от того, что ты размышляешь о любви. Помышляйте о том, что любезно, апостол Павел пишет. Любовь – это также и мысли наши. Любовь – это есть совокупность. Библия говорит, любовь – это совокупность, совершенство. Это и эмоции, это наши действия, это наши мысли, это наш дух, это наши поступки. Аминь. И здесь об этом апостол Павел пишет. «И до владычества в сердцах ваших мир Божий, которым вы и призваны в одном теле, и будьте дрожжелюбны. Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга». Вот я сегодня много мест из Библии читаю. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Вообще, в идеале, мы будем стремиться к тому, чтобы просто вот так звучали, чтобы не мы разъясняли места из Библии, а чтобы места из Библии разъясняли нас и наши ситуации в жизни, в которых мы не можем разобраться. И духовными песнями, псалмами, словословием во благодати воспевая в сердцах вашего Господа. Но мы это делаем. Мы это делаем. Прекрасно. Мы исполняем заповеди Божии. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Аминь. И я вас подведу к Нагорной проповеди, как отличать. Это мое откровение сегодня, которое мы хочу сегодня поделиться. Оно написано, конечно же, в пятой главе. Это Нагорная проповедь, Евангелие от Матфея, пятая глава, с 43 по 48 стихи. Мы знаем эти стихи. Кто-то знает это наизусть. И очень важно это знать наизусть. Иисус Христос наш Господь, Он восклицается. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего небесного. И о чем здесь написано? Очень важная мысль. Иисус Христос проводит очень четкую градацию. Он буквально в этих местах говорит, где наши поступки, где мы любим, где мы поступаем и где Божьи поступки, где Бог поступает, где Бог мыслит. И Иисус Христос говорит такими словами. Написано так, сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Я хочу сказать, что человеку это очень легко. По-человечески мы очень легко любим тех, кто любит нас. И, конечно же, мы очень легко ненавидим, очень легко срываемся в такую злобу ненависть к тем людям, которые нас ненавидят и всячески нас преследуют. Это все человеческое. Иисус Христос нас куда ведет? Он говорит нам, любите ненавидящих вас. Слышите меня? Вот в тот момент, когда ты любишь человека, который тебя ненавидит, это не твоя любовь. Слышите меня? Вот это очень четко отличать. И знаете, вот просто у меня, когда приходит вот это отличие, Господи, вот сейчас, когда я люблю того, кто меня ненавидит, это не я его люблю, это ты его любишь. Через меня. Слышите меня? Меня это когда-то, вот когда я первый раз пережил, меня я ликовал просто. Говорю, Господи, научи меня вот это просто на самом деле умножать в моей жизни. Я точно знаю, что в этот момент не я люблю, потому что я на это не способен. Я не могу любить того человека, который меня ненавидит, который причинил мне столько зла. Молитесь за обижающих вас. Вы знаете, на самом деле, хорошо и очень легко молиться за своих друзей, которые тебе близки, из-за твоих приятелей, из-за подвижников твоих, ты за них молишься так легко. Но очень тяжело молиться за того человека, который тебя поранил, который тебя обидел, который тебя предал. Но я хочу тебе сказать хорошую новость, что когда дух твой молится за этого человека, на самом деле молится дух Божий. Аминь. Дух Божий, дух Христов молится, он прощает, он его покрывает благодатью, он его все, он уже все принял, Божью любовь. Аминь. Дальше написано, благословляйте проклинающих вас. Аллилуйя. Очень легко благословлять тех, кто тебя благословляет. О, он меня благословляет, тот уже. О, будь благословен брату, тот и ты будь благословен, а ты в сто крат будь благословен, а ты в тысячу крат будь благословен. Но это мы очень легко так благословляем человеке, потому что мы очень легко благословляем тех, кто нас благословляет. Но насколько трудно, я хочу сказать, что человеку невозможно. Невозможно благословлять того, кто тебя проклинает Это может только делать Дух Христов Слышите меня? И это великая благодать Ты в этот момент блажен Слышите? Послушайте очень внимательно Ты в этот момент блажен Блажен в тот момент, когда ты благословляешь проклинающего тебя Потому что не ты благословляешь его А Дух Христов В этот момент Дух Христов через тебя молится Говорит, благословляет, покрывает Аллилуйя И третий, четвертый момент всячески благотворите тем, кто вас злословит за имя мое, гонит вас, а вы им дарите подарки. Хорошо, правда, да? Хорошо, когда мы ходим друг к другу в гости, дарим подарки. Вот я тебе подарил, а через какое-то время он приходит, ты мне когда-то такое подарил, а я тебе вот это подарю. А через какое-то время, как мы недавно смотрели фильм про японцев, у японцев есть такое обычай. Если кто-то кому-то дарит подарки, ты обязательно должен в ответ что-то подарить. И это потом будет продолжаться до конца жизни. Вот они будут друг другу дарить подарки. Это японские обычаи. Но я хочу сказать о том, что японцы, они никогда не дарят подарки своим врагам. Никогда, но в том плане, что если человек в их представлении его предал, или из компании моей ушел, все это для меня человек не существует. Ну, если у этого человека японское мышление. Благодарить тем, которые тебя гонят и злословят, может только Иисус Христос. Это Дух Христов, это Его разум, это Его чувствование. И для тебя очень момент такой благодати, что в тот момент, когда ты так поступаешь, ты должен четко знать, что это не ты. Не присвой себе славу, не скажи так, какой я хороший. Какой я хороший человек. Он меня там проклинал, он меня там предал, он меня злословил, он меня обзывал, а я пошел и все равно подарок подарил. Это, наверное, я такой хороший. Ты на это не способен. Воздайте всю славу Господу. Аминь. Скажите, это не я, это Иисус Христос, только Он так может. Для Него это легко, потому что Он повелевает солнцу, восходите над добрыми и над злыми. Аминь. Посылает дождь и на праведных, и на неправедных. 46 стих. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делать? Не так ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Бог хочет, чтобы мы были совершенными. Аминь. Иисус Христос заканчивает, Он говорит вот эту главу. «Будьте совершенны». И я обычно, когда преподавал в библейском колледже, я объяснял о том, что мы как люди, мы несовершенны. И мы никогда не будем совершенными. Сами по себе. Мы совершенны в момент доверия Иисусу Христу. Когда я просто доверяюсь Иисусу и говорю, Иисус, действуй через меня. Его совершенство начинает действовать через меня. И это говорит о том, что не я совершенную. Я просто позволил совершенному действовать через меня, мыслить через меня, чувствовать через меня, смотреть через меня, говорить через меня, прикасаться через меня, ходить через меня. Действует совершенство Иисуса Христа. Давайте мы это запомним. Потому что Бог своей славы не отдаст никому. Аминь. В тот момент, когда мы присваиваем и говорим, это я вот сделал, это я сказал. В этот момент ты на самом деле просто мгновенно теряешь, ты деградируешь, потому что Бог своей славы не отдаст. Он говорит, ты присвоил мою славу себе. и просто последует какое-то оплёное такое очень нехорошее последствие. И последнее, к чему я бы хотел вас привести, какой вывод? Чтобы возрасти в меру полного возраста Иисуса Христа, очень важно развивать в себе мышление Христа, чувство смирения и радости и другие эмоции, которые есть в плоды Святого Духа. Поступать в этом мире так, как Он поступал. Первые шаги, которые мы делаем, это вообще просто поверить, что это возможно, что это обетование Библии, что это реальность, которая нам дана как наследство и даже просто является необходимостью по Священному Писанию. Последующие шаги непрестанно в этом возрастать. И где является зрелость? Давайте мы прочитаем место, которое говорит, кто такой зрелый человек во Христе Иисусе. Вы хотите это услышать? Это написано в Послании Галатам, последний стих, который я сегодня прочитаю. Я верю также, что мы все должны этот стих знать наизусть. Послание Галатам, 2 глава. И что тут написано в 20 стихе? Может быть, это тоже обольщение? Но это апостол Павел пишет, это пишет апостол веры, это пишет ученик Иисус Христа. Что он пишет? И уже не я живу. Аллилуйя. Но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу в веру в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Можем сказать на это аминь? Я хочу сказать, что такое мог позволить себе написать только зрелый христианин. Такое не может написать новообращенный христианин. Такое не может написать незрелый христианин. Такое не может написать плоский христианин. Такое может написать только тот человек, который что-то реально пережил, пострадал, течение совершил, веру сохранил, открыл очень множество церквей. Тот, который просто свою жизнь посвятил и положил к ногам Иисуса Христа. И вся его жизнь, она просто об этом говорила. Очень много Иисус Христос сделал через этого человека. Аминь. Этот человек воскресал. Впрочем, не я. Благодать, которая действовала через меня. Иисус Христос, который действовал через меня. И поэтому я могу сказать, я уже не живу, не я живу, но живет во мне Христос. Потому что это была его уже заключительная такая стадия, заключительное служение апостола Павла, когда он уже был в таком преклонном возрасте. Он имел полное право такое написать, потому что вся его жизнь была этому свидетельством. Аминь. Это написал зрелый христианин. И он говорит о том, что теперь уже все то, что вы видите, это Иисус Христос. Он живет, Он действует, Он говорит. И я хочу сказать, с чего начиналось вот это, знаете, на самом деле, какая-то градация, отождествление. Апостол Павел, человек, который очень четко знал, научился различать, где человеческое, где душевное, где плоское, где духовное. Он прекрасно знал, когда Иисус Христос через него говорил. Аминь. Он прекрасно знал, когда Иисус Христос через него действовал. Он прекрасно знал, когда Иисус Христос имел через него какие-то чувствования. И через какое-то время это заполнило его жизнь. От Павла не осталось практически ничего. Слышите меня? Всю его жизнь, всю его сердце, всю его душу, весь его разум, все его чувствования, все его желания заполнило личность Иисуса Христа. Аллилуйя. И он об этом не жалел. Говорит, радуйтесь, радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь. Аллилуйя. Слава нашему Богу. Аллилуйя. Давайте мы станем сегодня... Давайте мы просто проговорим. Если у тебя есть на то решимость, потому что это молитва посвящения, потому что Бог призывает тебя в какой-то момент сказать, Господи, я хочу посвятить Тебе свою жизнь. Написано, все испытывайте хорошего, держитесь. Я испытал и то, и это. И я вижу о том, что эта жизнь без тебя не имеет никакого смысла. Просто проговори это в своем сердце, проговори это шепотом, проговори это вслух, проговори слова, что Иисус Христос, я посвящаю свою жизнь Тебе. Иисус Христос, мой Господь, мой Бог, я посвящаю Тебе свой разум. Я открываю при Тобой свои желания, свои эмоции, чтобы мир Божий, который превыше всякого ума, Он устроил все мои помышления, все мои эмоции, все мои желания, сердце мое, мой дух, мою душу, мое тело во Христе Иисусе, чтобы все это было сохранено до дня пришествия Твоего. Насколько ужасно будет осознание того, когда Иисус Христос придет на эту землю. И Он придет уже не как спаситель, Он придет как судья праведный. И поставит одних по правую сторону, а других отделит и поставит по левую сторону. И тогда уже будет поздно каяться, тогда уже будет поздно посвящать себя. И эти драгоценные души, за которых когда-то молились, за которых просто когда-то ходатайствовали, которым просто обивали пороги, которым не могли докричаться, они навечно пойдут в погибель. Так говорит Слово Божье. Но сегодня время благоприятное, сегодня еще есть шанс отдать свою жизнь тому, кто может защитить эту жизнь, тому, кто может обогатить эту жизнь, только тому, кто может сохранить эту жизнь, который сам является жизнью, потому что Он есть путь и истинной жизни. И никто не приходит к Отцу Небесному, как только через Него, как только через Иисуса Христа. Господь, помоги мне, Господь Отче, просто поверить, если я стою в начале веры, что это возможно, что Ты пришел в мою жизнь, как мой личный спаситель, как мой личный врач, как мой личный господин, я подчиняюсь Тебе. Я сегодня верю и принимаю, что постепенно, по мере того, как я буду погружаться в Твое Слово, в чтении Библии, в молитву, в общении со святыми, мой разум будет просветляться. Рано или поздно я буду иметь разум Христов. Что все мои эмоции, мои чувства будут Твоими, чувствами. Что я буду иметь рано или поздно те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Что рано или поздно я познаю, что есть воля благая, угодная и совершенная. Воля всемогущего Бога для меня, для моей жизни. Что Бог откроет мне Божий план, который Он предназначил еще прежде создания этого мира. Во Христе Иисусе. Хвала Тебе, Господь Иванович, научи, Господь Иванович, меня в этом мире поступать так, как Ты поступал. Помоги мне перестать и прекратить поступать в этом мире так, как я раньше поступал, по-человечески. Помоги мне высвободить это помазание, когда Ты благословляешь через меня проклинающих меня, когда Ты через меня любишь тех, кто меня ненавидит или презирает меня, когда Ты через меня благотворишь тем, кто злослой, кто обзывал меня всяческими оскорбительными словами, обижал и ранил меня. Приобретайте себе друзей, написано, богатство неправедное. Помоги нам, Господь, это неправедное богатство. То серебро, которое на этой земле, Господь, как бы мы правильно его не зарабатывали, эти деньги, они запачканы. Не думать, Господь, о том, чтобы обогатиться, но чтобы этими деньгами, может быть, кому-то помочь. Может быть, тот, кто как раз-таки меня ненавидит и презирает, он нуждается в помощи. И в тот момент я просто помогаю тебе помочь спасти его душу, обратиться к нему лично. Измени наши сердца у Божьей, я прошу тебя, приди могущественно сегодня, Господь, дай мне просто, Господь, увидев все человеческое в своей жизни, просто начать умоляться перед тобой, говорить, Господи, пусть приходит все больше, все больше и больше твоих дел, твоих мыслей в моей жизни. я принимаю решение думать о том, только о том, что достославно, только о том, что чисто, только о том, что свят, только о том, что добродетель. Дай мне прилагать к этому усилия. Господь, я принимаю решение просто позволить тебе делать то, что ты хочешь. Да будет твоя воля, не моя воля, но твоя, да будет. И мне надлежит умоляться, а тебе надлежит возрастать в моей жизни. Ты идешь передо мной, ты идешь во мне, ты идешь через меня. Продолжай это делать, Иисус. Дай мне рано или поздно достигнуть меры полного возраста Иисуса Христа через мое смирение к тебе, через то, что я увижу, что да, моя жизнь была посвящена тебе, и она была посвящена не напрасно. Ты очень много успел сделать через меня, и теперь я могу в конце жизненного своего этапа, жизненного своего пути, я могу сказать, и уже не я живу. А что живет во мне, то живет Иисус Христос. А что ныне живу воплотив, то живу в вере. Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Спасибо тебе, дорогой Господь. Мы благодарим тебя и славим тебя и поклоняемся тебе, Господь Иисусе. Аллилуйя, Отец. Умножай, Господь Иисусе, свои действия в нас. Мы молимся тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. И Церковь Божья скажет Аминь. Аминь. Будьте благословенны. Слава нашему Богу. Давайте мы прославим нашего Творца. Аллилуйя. Вся слава нашему Господу. Аминь. 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 Аминь.